МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Мощный взрыв бытового газа произошел сегодня в деревне Туфси Цивильского района. В многоквартирном доме полностью разрушен один из подъездов. Жильцы, которые оказались под завалами, даже не успели проснуться. Спасательная операция сегодня продолжалась весь день. Всю картину происшествия восстановил мой коллега Дмитрий Ковалев. Половина шестого утра. Кто-то из жильцов дома собирается на работу, но многие все еще мирно спят. Очевидцы отчетливо вспоминают громкий хлопок. От мощного удара даже стены здания заходили ходуном. Последствия оказались довольно серьезные. Было разрушено два этажа. Взрыв был мощный. Это рассказывают очевидцы. После него даже задорожали стекла в соседних зданиях. Часть дома разрушена полностью. Основной удар пришелся на второй и третий этаже. Те, кто жил внизу, были зажаты бетонными блоками. 40 человек эвакуировали. Четыре жильца оказались под завалами. Некоторые из груды обломков и бетонных плит выбирались сами, не дожидаясь помощи. Хотела выбежать. Там заклинула дверь, не могла выйти. Через окно вышла. И стоим теперь. Расскажите, эвакуировали вас так? Ну, сама выбежала. Вышла я через окно. Проснулся. Что-то шумит от холода. Думал сон. Глаза открываю, смотрю, надо мной пельта. Встаю. Как раз мать подбежала с фонариком. Смотрю, уже улица виднеется. Все там виднелось почти. Сначала спасатели обнаружили тело престарелой женщины. В гибель другого пострадавшего до последнего не верил никто. Шестнадцатилетнего подростка из-под обломков извлекли спустя полчаса. Медики констатировали смерть. У тех, кто оказался под обломками, не было никаких шансов выжить. Травмы слишком серьезные. Хозяин квартиры, в котором и произошел взрыв, пока находится в больнице с ожогами и переломами. Издание на носилках его эвакуировали одним из первых. По предварительной версии, когда произошла утечка газа, он закурил сигарету. Но в возбужденном уголовном деле мужчина пока проходит в качестве потерпевшего. Свою проверку незамедлительно начали следователи. В целе установления всех обстоятельств трагедии, а также в целе установления причины взрыва, следователям назначена судебная взрывотехническая экспертиза. А в целе установления причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. А также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Позже в МЧС выяснили и другие подробности. В прошлом году жильцы подключили у себя в квартирах систему индивидуального отопления. Отказалась только одна семья. Взрыв газа произошел именно на их кухне. В главном управлении МЧС говорят, что возможно в это время в комнате работала газовая печь. Говорят, что хозяин отапливал свою квартиру при помощи духовки, газовой духовки. То есть взрыв газа в большей виде? Ну, утечка газа произошла, да. Из-за чего произошел взрыв, сам пока непонятно. Говорят, что закурил хозяин. На место ЧП по первому зову прибыли и отряды спасателей из трех соседних регионов. Были стянуты более 50 машин и около 300 поисковиков. Даже когда эвакуировали всех пострадавших и начался разбор завалов, кинологи взяли новый след. Приступили к спасательной операции, к разбору завалов. В одном месте собака показывает, что как бы может находиться человек, хотя все установлены, кто был, даже в гостях и не в гостях, их прописано 36, находилось 44 человека. Продолжаем работу по сервису, это может быть кровь одного из пострадавших. Но работа продолжается, чтобы мы обладали полной ситуацией в полном объеме. Территорию, где произошло ЧП, отцепили и взяли под охрану. Внутрь пока не пускают даже жильцов уцелевших квартир. Ночлег людям предоставили в детском саду и школе. Уроки здесь пришлось отменить, а учеников отправить по домам. Многим людям попросту некуда идти. С людьми работают психологи. Личные вещи им разрешат забрать из квартиры в ближайшие дни, когда станет ясно, что дома ничего не угрожает. Андрей Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Всем пострадавшим необходимая помощь будет оказана в ближайшее время, заверил глава Чувашии, приехав в поселок Тувси. Михаил Игнатьев побывал на месте ЧП, где ведутся работы по разбору завалов. Провел рабочее совещание с членами правительства и местными руководителями. Встретился с жителями разрушенного дома. Все службы сработали профессионально, своевременно и оперативно отреагировав на чрезвычайную ситуацию, отметил глава Чувашии. Сейчас необходимо также оперативно решить вопросы оказания материальной помощи и обеспечения жильем пострадавших. Было прописано в этом доме 49 человек. На момент взрыва находилось 42 человека. Из них два человека после дружбы вытащили. Доставлены в больницу при Черняков Андрея Владимирович, 73-го года рождения, и Алексей Михаил Геонидович. В 55-м году рождения, да? В 55-м году рождения, и два человека умерли из зоноса Александра Валиновича. 96-го года рождения, и Алексею Тамару Масимовичу, вовремя, где произошло, произошел в 66-м году рождения. Семьи погибших получат материальную помощь до миллиона рублей. Этот вопрос решен. Средства в резервном фонде правительства есть, заметил министр финансов Михаил Ноздряков. Кроме того, предусмотрены социальные выплаты. 50 тысяч тем, кто частично лишился имущества, 100 тысяч, если оно уничтожено полностью. Это, кстати, еще предстоит выяснить. Пока полицейские спасатели из соображения безопасности не разрешают жильцам заходить даже в уцелевшие квартиры. Проводится охрана, полностью охраняем. И будем проводить, пока граждане, жильцы не расскажутся своими вещами. Круглосуточный дом охраняет этот дом. Как только имущество будет вывезено, вынесено, ну, так что уже будем действовать по обстановке, уже с теми, кто будет заниматься разборкой дома. Судьба пострадавшего дома уже решена. По техническому состоянию, по своему опыту, по тем подвижкам, которые произошли на сегодняшний день на другом подъезде, дом практически в восстановлении не подлежит. Пока спасатели разбирают завалы, службы жизнеобеспечения восстанавливают газоснабжение близ лежащих домов. У них тоже большие проблемы. На данный момент есть сложности по обеспечению теплом близ лежащих домов. Это три дома. Два многоквартирных и один малоквартирный. В одном многоквартирном доме тепло и газ запущены, они уже сделаны силами чувашьи сеть газа. На другом идут восстановительные работы по переносу газопровода, который, к сожалению, располагался на торце существующего дома. Я имею в виду газораспределительный пункт, который разрушен. Поэтому на сегодняшний день чувашь сеть газ выполняет работы по временной или постоянной воздушной схеме подачи газа. И эти работы, по заверениям генерального директора, должны быть закончены до конца светового дня, но, во всяком случае, в 18 и 19 часов. Что касается обеспечения жильем тех, кто остался без крова, таких 18 семей, рассматриваются несколько вариантов. Михаил Игнатьев подробно разъяснил. По желанию, люди могут получить квартиры в госжилфонде Чебоксар, Цивильска и близлежащих населенных пунктах. Правительство готово выкупить их у застройщиков по среднерыночной цене. Либо пострадавшие могут вернуться на прежнее место, где к 1 октября будет построен новый жилой дом. Мы готовы. За короткие промышуты времени начинаем проектирование. Поручения получили. Мы в течение 6 месяцев построим здесь для 18 семей новый многоквартирный жилой дом. И вы будете обеспечены к 1 октября достойным жилем. Глава Чувашии также удостоверился, что горячим питанием обеспечены не только жильцы пострадавшего дома, но и спасатели, полицейские и сотрудники служб жизнеобеспечения, работающие на месте аварии. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов. Республика. Поселок Тувси. В Цивильском районе сегодня произошло еще одно ЧП. На федеральной трассе лоб в лоб столкнулись два грузовика. От сильного удара обе фуры загорелись. Их тушение продолжалось несколько часов. Движение по дороге пришлось полностью перекрывать. Образовалась большая пробка. Водители получили серьезные травмы. Пассажирка погибла. Грузовые машины на обочину убрали только утром. В прицепах все еще продолжали гореть оконные рамы. Строительный материал перевозила одна из фур. Сегодня эксперты начали выяснять причины аварии. Возможно, что один из водителей превысил скоростной режим и не успел затормозить на скользком участке. К другим новостям. Новые направления работы открывает для себя старейшее промышленное предприятие республики Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева. Ситуацию на месте оценил сегодня глава Чувашии. Сегодня завод по-прежнему работает на укреплении оборонспособности страны. Помимо военных заказов расширяет перечень пластмассовых, пиро- и резинотехнических изделий различного назначения. На предприятии наряду с выпуском продукции продолжается строительство и расширение мощностей. В 2012 году завод наладил серийное производство противоградовой ракеты нового поколения. Повышенной эффективности и дальности «Алазан-10». Изделие инновационное, дешевле импортных аналогов, способно защищать площадь более 1 миллиона гектаров. На совещании говорили также о других достижениях предприятия. В 2012 году освоен новый вид технической пластины «Ям-Б». В данный момент изделие проходит квалификационное испытание. То есть квалификационные испытания начались в 2012 году. И буквально через несколько дней они заканчиваются. Уже проведены все испытания. Испытания положительные. Сейчас идет оформление документов. Кроме этого, освоено производство корпусов и авиационных бомб типа «Громады». Это изделие тоже прошло квалификационное испытание и по корпусу, и по снаряжению. Михаил Резников отметил также, что в 2013 году завод отгрузит продукцию на сумму почти 2 миллиарда рублей. Рост и реализация продукции у нас составляет около 10%. По отношению к 2010 году рост составляет более 20%. Чистая прибыль у нас по этому году ожидается более 20 миллионов рублей. Увеличение объемов производства и доходов предприятие добилось в первую очередь за счет освоения новых изделий. За последние пять лет доля инновационной продукции выросла на 15%. В будущем на заводе планируют ее увеличение. Новый проект по производству спецпокрытий для судостроительной промышленности получил поддержку со стороны правительства Чуваши в размере более 2,5 миллионов рублей. На сегодня, конечно, модернизацией будет она производиться. И новый проект, который вы запускаете, и с нашей помощью сейчас новый проект с помощью Ростехнологии запускается. Все те намерения, которые вы наметили, я думаю, и выполнятся. Работников завода, конечно, больше волнуют вопросы, не связанные с технологиями, главное – зарплаты. Михаил Резников сообщил, средняя цифра по предприятию – 12 тысяч, рост к 2011 году составил 24%. Руководство ставит перед собой задачу поднять эту планку уже в этом году до 18 тысяч. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии вспышка пневмонии с начала года заболели 352 человека, причем болеют в основном дети. Сейчас в больницах столицы приток пациентов. Сегодня в одной из них побывала моя коллега Ольга Григорьева. Для двухлетней Софии и трехмесячного Серафима Самсоновых поход в гости закончился больничными койками и воспалением легких. Сейчас дети вместе с мамой и бабушкой в Республиканской детской клинической больнице. В общем, мы были в гостях, и София у нас после ночи заболела. Ее поднялась высокая температура, 39,5. Мы вызвали врача на дом, она послушала ребенка, в общем, назначила необходимое лекарство, полечились. Через некоторое время заболел у нас младший сын. Ситуация, к сожалению, типичная, констатируют медики. Более половины из тех 30 пациентов, кто на сегодня пролечился и выписался, контактировали с больными. В большинстве случаев врачи ставили либо вирусную пневмонию, такая передается воздушно-капельным путем, либо бактериальную. Это осложнение уже после инфекционных заболеваний. Вакханалия все дозволенности по отношению к самому ребенку. То есть это совершенно необоснованное хождение в гости друг к другу. Это елки. Что двухлетнему ребенку, вы мне скажите, делать на елке с тысячным количеством народа или детей? После выписки бывших пациентов отделение раннего возраста продолжает принимать уже свежих больных. Ничего экстраординарного успокаивают врачи. Небольшая вспышка вирусных инфекций и пневмонии. Заболевания эти были всегда и каждый год ситуация повторяется. К сожалению, все так же наиболее уязвимыми остаются маленькие дети. От рождения до двух-трех лет. Иммунитет у них только формируется. Как показывает практика, что у взрослого кашель, то у ребенка потом пневмония. Поехали к бабушке на Новый год отмечать и заболели. Через семь дней появилась у нас вот такая болезнь. Стало ребеночку плохо, температура поднялась, отдышка появилась, плохо дышит. Кто был больной? Вот болел у нас дедушка больной, оказывается, был. Но он покашливал к тому времени. Встречаться с инфекциями, конечно, нужно. Это тренирует организм, считают медики. Но не до таких же серьезных случаев. Чтобы дать инфекциям хороший отпор, важно соблюдать простые правила. Правильно кормить детей, питание должно быть белковым. Делать прививки, изолировать малышей от больных или надевать маски. Ну и, конечно, элементарное правило, которое никто не отменял. Чаще мыть руки. Современные родители нередко поступают с точностью, да наоборот. Питание должно быть адекватное. Не могу полностью сказать, что в праздники наши дети достойно питались. Из тех детей, которые выписаны, даже годовалые дети получали тортики, получали с общего стола, салатики и так далее. Схвативших воспаление легких детей сейчас госпитализируют несколько клиник. По данным Минздрава, дополнительные койки наряду с Республиканской детской клинической больницей приготовлены еще в третьей и четвертой детских городских больницах. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Минувший год можно назвать годом завершения реформ системы МВД. Штатная численность сотрудников в регионе сократилась, произошла ротация. По словам начальника управления МВД России по городу Чебоксара Валерия Жуковца, значительно выросло число чебоксарцев, считающих, что служба работает эффективно. Такую же высокую оценку работе чебоксарских полицейских дала и городская администрация. Сегодня об этом и многом другом говорили на пресс-конференции с журналистами, подводя итоги работы ведомства в 2012 году. В 2012 году сократилось число зарегистрированных преступлений, произошло меньше убийств, грабежей и разбойных нападений. Но год, по словам начальника управления МВД по городу Чебоксара Валерия Жуковца, выдался напряженным. В столице республики традиционно проходило большое количество массовых праздников – политических, культурных, спортивных. За год в Чебоксарах прошло почти 270 самых различных мероприятий, во время которых на дежурстве находились более 4000 полицейских. Одна из неждатных ситуаций, которая возникла в конце года – митинг верующих, выступавших против введения электронных карт. Тогда более 130 человек вышли на проезжую часть и перекрыли президентский бульвар. Сотрудникам правоохранительных органов было достаточно сложно убрать их с проезжей части. Протоколов, если мне память не изменяет, мы составили порядка 80, где-то плюс-минус. Задержано было, по-моему, около 40 человек доставленных сюда. Основное внимание с нашей стороны было уделено организаторам этого мероприятия. Есть закон, который трактовать как-то иначе, как нарушение порядка проведения этих мероприятий нельзя. Соответственно, мы вынуждены были составить в отношении людей, принимавших участие в перекрытии дороги, протоколы. В прошлом году на 37% увеличилось количество ДТП из-за нетрезвых водителей. Причем многие из нарушивших не являлись жителями Чебоксар. В большинстве своем это наши же жители Чувашской республики, но прибывшие из соседних районов. Рост по итогам полугодия составлял, конечно, гораздо больше. Дорожный транспорт, в порядке, в два раза с лишним. Рост ДТП составлял по итогам первого полугодия. Но потом и руководством МВД, и МВД были приняты решения о проведении специальных мероприятий профилактических. Нетрезвый водитель, многих из вас тоже приглашали, вы о них слышали, да, когда у нас в течение трех дней непосредственно работает на выявление нетрезвых водителей только. Останавливает все транспортные средства, проверяет состояние водителей. И вот не в последнюю очередь благодаря вот этим операциям, проводимым нами, удалось сбить, как бывало, вот это пьяного вождения и, соответственно, тяжесть последствий. В конце года проект «Безопасный город» получил новое развитие. Почти 20 миллионов рублей было направлено на том, чтобы оснастить Центр управления нарядами самым современным оборудованием. Это позволит создать единое информационное пространство для мониторинга ситуации и экстренного обмена информацией между всеми силами, которые обеспечивают безопасность горожан. Будут установлены программные комплексы типа «Поток», которые будут фиксировать транспорт, въезжающие, выезжающие из города. Кроме того, получит развитие установка систем видеонаблюдения непосредственно по тематике безопасности дорожного движения. В первом квартале мы планируем установить поток в районе въезда, значит, поселок Альдешево, въезд со стороны поселка Кудесии. В этом году планируется решить также проблему кадров. По мнению начальника управления МВД, сейчас есть возможность проводить качественную кадровую политику, выбирать самых достойных. Уже начали по-новому работать с личным составом, но в целом проблема некомплекта существенно не влияет на работу подразделения. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. В Чубаксарах на крещение подготовят четыре проруби-купели. Все они расположатся около Свято-Троицкого православного мужского монастыря на реке Волга. Все подготовительные работы завершены уже сегодня. У проруби смонтировали деревянные трапы для спуска купелем, установили кабины для раздевания и 20 камеек. Прилегающая территория освещена, а купель обеспечена спасательными средствами. 19 января рядом с местом купания будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и врачи. До 24 января на месте будет организовано дежурство силами инженерной защиты. Выезд на лед будет запрещен. Оставить личный автотранспорт можно будет на автостоянке на берегу. Место под нее будет расчищено заранее, уточнили в мэрии города. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я, Галина Титарчук, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова